Здарова парни, рад приветствовать на канале! Сегодня у нас с вами очередное занимательное видео, связанное с переделкой видеокарт и будем мы сегодня мучить RTX 3070 от Palito версия Gaming Pro OC Сразу хочу сказать спасибо людям, которые помогли мне ее достать, потому что вы сами знаете ситуацию на текущем рынке видеокарт И прежде чем мы перейдем непосредственно уже к переделке, я хочу бегло ответить на пару вопросов, которые чаще всего встречались под предыдущей переделкой Первый самый распространенный вопрос, что на кой черт ты вообще все это делал, у тебя же нифига не заработало RTX 2070, слишком слабая карта для 16 кигов Ну вот вот все вот примерно из этого, из этой оперы Ребята, сразу хочу сказать, это был эксперимент, поймите правильно, прежде чем сломя голову лететь в магазин и тратить кучу бабла на 3070 Мне нужно было хотя бы примерно представлять, с чем я буду иметь дело, была ли подобная поддержка реализована в 2070 То, что карта полноценно не стала рабочей, да, то есть она вылетала, как вы можете помнить, это опять же я не считаю минусом Потому что да, действительно, 16 кигов для 2070 это более чем избыточный объем видеопамяти Но я должен был еще раз убедиться, что в 3070 эта поддержка наверняка будет более полноценной По крайней мере мы сегодня с вами попробуем в этом убедиться, ну либо убедиться в том, что нифига не заработает Я пока еще тоже сам не знаю Второй самый частый вопрос, точнее не вопрос, а такая, знаете, камень в мой огород Что якобы карта стала на 30% меньше Даже некоторые издания, которые скопировали, ну, сделали обзоры на мое видео Они сделали пометку, что, мол, да, парень сделал типа 16-гиговую 2070, но она стала на 30% слабее Опять же, ребят, вы не до конца читали, чтобы карта у меня не врубалась в 3D-марки Потому что там динамическое изменение частоты на GPU постоянно То есть есть одна сцена, она заканчивается, потом следующая сцена Короче, чтобы у меня постоянно не скакала частота GPU Я параллельно запускал фурмарк в фоновом режиме на минимальном разрешении То есть чтобы он постоянно давал 100% нагрузку GPU В результате, когда у меня карточка проходила тест 3D-марка, у меня параллельно был запущен фурмарк Поэтому, разумеется, карта будет набирать меньше попугаев Моя задача была просто как бы отметиться, что карта проходит этот тест Не важно как, главное, что прошла Но вот при помощи таких костылей это получилось реализовать Те, кто мне говорил, что, мол, там надо редактировать BIOS и прочие Ребята, я вам тоже открою глаза на мир Начиная, по-моему, с 900-й линейки BIOS и у NVIDIA нельзя никак редактировать Нету программного обеспечения То, что вы можете залезть в HEX-редактор и там что-то подпилить Это не будет работоспособным продуктом То есть это так не делается Соответственно, так как у меня нету возможности хоть как-то повлиять на BIOS Мне приходилось, ну, выкручиваться такими методами костыльными Ну ладно, на этом, я думаю, с прелюдией можно заканчивать Давайте непосредственно перейдем к нашей 3070 По сути, сегодняшнее видео будет сводиться к двум этапам Первый — это замена видеопамяти, разумеется Второй этап — это будем колдовать со страпами Это самая основная моя проблема Потому что схем, не board view, в отличие от 2000-й линейки В свободном доступе нет и конфигурацию страпов я не знаю Единственное, что немножечко меня приободряет Что я буду менять Samsung на Samsung Получается, мне максимум надо один или два страпа будет передвинуть Чтобы в теории 16 гигов определились Поехали! Для начала разберем нашу видеокарту Аккуратно снимаем гарантийные пломбы Ведь мы с вами не хотим лишиться гарантии вследствие наших экспериментов Я, наверное, как и многие, был сильно удивлен размером печатной платы Видеокарт RTX 3000 на линейке По сравнению с предшественниками они стали достаточно миниатюрными Заранее я уже снял с 2070 и отреболил наши 8 чипов видеопамяти Суммарным объемом 16 гигабайт И теперь нам остается всего лишь навсего их заменить Снимаем родную память при помощи паяльной станции То есть нижнего подогрева и фена, если кому интересно Температура на фене в данный момент 350 градусов Нижний подогрев разогрет до 300 градусов Вследствие подобной конфигурации температуры Память достаточно легко снимается, не перегреваясь при этом Заранее подготавливаем посадочные площадки Я прохожусь оплеткой Смазываем все это дело флюсом Опять же, я использую ERS, если кому интересно Ставим наши 8 чипов самсунговской видеопамяти Увеличенного объема и запаиваем Все это дело на место Опять же, я при посадке Использую температуру чуть ниже В районе где-то 320 градусов А низ также разогрет где-то до 300 градусов После того, как видеокарта остыла Ставим ее в тест в стенд и проверяем, что она у нас с вами выдает изображение И теперь плавно переходим к самой неприятной и сложной части нашего эксперимента А именно поиску страпов Изначально, когда карту я разобрал, провел все эксперименты, связанные с увеличением памяти Я подумал, что, наверное, страпы будут располагаться где-то рядом с микросхемой BIOS Как это часто было на прошлых поколениях инвидиевских видеокарт Но каково было мое разочарование, когда после всех манипуляций с перестановкой страпов Которые являются страпами, но, к сожалению, не отвечали за объем видеопамяти и вендоры Я ни к чему не пришел После чего я рассмотрел угол нашего чипа И там тоже есть 100-килоумные резисторы, которые тоже являются страпами Но что они конфигурируют, к сожалению, я не выяснил Потому что от их перемещения не менялось абсолютно ничего После чего я встал, так скажем, в тупик Не знал, что делать Но благодаря, так скажем, идеям моего коллеги Дмитрия Ксензова Который начал сравнивать печатные платы кучи производителей видеокарт За что ему отдельное спасибо Он предположил, что, возможно, возможно, они находятся конкретно на этой политовской плате Где-то чуть выше Начали рассматривать вот этот узел И сначала я принял всю вот эту обвязку За как раз-таки обвязку нашего DRMOS Одной из фаз питания И шимки питания контроллера Psi Express После подробного изучения и прозвонки Выяснилось, что вот эти 4 посадочных места Это то, что нам нужно Это посадочные места наших конфигурационных страпов А остальные вот эти резисторы Это непосредственно обвязка нашей шимки Питания контроллера Psi Express и нашего DRMOS Согласитесь, запутаться было достаточно легко Причем NVIDIA не перестала меня удивлять Даже после того, как я их нашел Потому что в данном случае Наши конфигурационные страпы размещены не на одной стороне Как обычно было всегда на любых инвидиевских картах А сразу на двух Сейчас здесь один из резисторов уже выпоен и перемещен на обратную сторону Здесь он находился изначально в нуле Сейчас в единице на обратной стороне И вот это еще один резистор, который пришлось оставить Его менять не нужно Он сейчас в данный момент в нуле находится После чего я посмотрел и понял, что NVIDIA пошли тем же методом, как и раньше То есть для Samsung 16 гигов надо переместить резистор в положение 1.1.0 После чего у нас активируется 16 гигов Samsung Причем в момент, когда я все это дело экспериментировал, перемещал Я наткнулся, разумеется, на конфигурацию, когда у нас активируется память Micron Когда у нас активируется память Hynix Hynix, кому как больше нравится Но это все, разумеется, не наша тема Но само по себе интересно, что действительно поддержка реализована и других вендоров видеопамяти То есть в случае чего вы можете всегда их поменять, если вдруг у вас будет в этом необходимость Ну что, друзья, карта в моем тестовом стенде Давайте посмотрим, что я вас точно не обманываю Это действительно RTX 3070, Palit, 16 гигов Samsung Все, как и в прошлый раз, по сути То есть я BIOS не трогал, разумеется, не перепрошивал Потому что надобности в этом просто-напросто нет Но сразу хочу сказать, огорчить многих, кто ждал, что все будет работать без каких-то проблем Нет, ребята, все, как и в прошлый раз То есть карта также крашится в момент сброса нагрузки После всех этих экспериментов я прихожу к тому, что на самом деле косяк здесь заключается только в драйвере Как ни странно В момент именно очистки видеопамяти происходит краш в виде потери картинки на мониторе Помогает только перезагрузка Причем уменьшение частот чипа памяти, всякие приколюхи с Nvidia, профиль инспектор Короче, ничего ни к чему не приводит То есть я перепробовал разные варианты и в прошлый раз, и в этот раз ничего положительного результата я просто-напросто не добиваюсь Причем сейчас даже у меня не получается фиксировать результат в 3D марке посредством фонового запуска фур марка, как я делал в прошлый раз На 2070, причем драйвер сейчас стоит самый последний, который уже создан непосредственно для 3060, который умеет с 12 гигами работать И здесь вопрос только, наверное, к Nvidia, потому что сильно сомневаюсь, что это аппаратная недоработка А в первую очередь я считаю, что это программный косяк, возможно, который сделан на самом деле специально Для чего? Ну, возможно, как одна из глупых теорий, которые я придумал Чтобы сторонние вендоры не могли выпускать своего рода работоспособные видеокарты, которые не разрешают Которые не анонсировала Nvidia, то есть чтобы не портить бизнес То есть только то, что Nvidia говорит выпускать Но это, опять же, из разряда бреда, который я придумал Сейчас давайте посмотрим, кстати, может быть в этот раз получится пройти 3DMark И можно будет зафиксировать некий результат, что у нас действительно 16 гиговая версия его прошла Но, как бы я ни старался, что бы я ни делал Ну, просто-напросто не получается работоспособность 16 гиговой Nvidia видеокарты То есть если я сейчас поменяю, как и в прошлый раз, страпы на 8 гиговую версию При этом чипы памяти у меня, разумеется, останутся 2 гиговые Как они стояли у нас в прошлый раз на 2070 Все работает замечательно, без каких-то проблем Но удивление, на этот раз карта прошла тест 3DMark и был зафиксирован посредственный, но все-таки результат А теперь хочу пару слов сказать вообще об Nvidia GA104 Если верить информации с Touch Power Up, мы с вами все прекрасно знаем, что этот GPU ставится на 3070, как в нашем случае, на 360 Ti Но и там, и там он обрезанный То есть изначально его полноценный вариант должен был ставиться на RTX A4000 Собственно, мы можем видеть это по шейдерам И на 3070 Ti И та, и та видеокарточка в полноценном исполнении умеет работать с 16 гигами видеопамяти То есть мы отсюда делаем вывод Сам по себе GPU умеет работать с этим объемом Он разрабатывался изначально под этот объем видеопамяти И, скорее всего, дело у нас нифига не в BIOS, а именно в драйвере Причем разница, кстати, между 3070 Ti и A4000 будет в частоте видеопамяти Я так понимаю, что в нашем варианте 1750 МГц, как и в 3070, будет ставиться HC14, самсунговская память А в RTX A4000 – HC16 По логике, опять же, еще одна интересная идея Можно будет с выхода 3070 Ti поставить HC16 и собрать, так скажем, все сливки, максимальную частоту И зафиксировать некий максимальный результат Также хочу добавить, когда я экспериментировал с уже готовой 16 гиговой 3070 Я решил поставить самые первые драйвера, где была поддержка RTX 3070 И достаточно интересный факт, что карта у меня работала Точнее, не работала, она висела с 43 ошибкой То есть изначально самый первый драйвер вообще не понимает, что за 16 гигов, откуда они взялись Поэтому это дополнительно, опять же, надежда на то, что с появлением 3070 Ti моя карточка обретет вторую жизнь И будет нормально и стабильно работать 16 гигами Но поживем, увидим Так, ну, собственно, вот наши все тесты и закончились Так Возьмем, выпендримся, чтобы запомниться в 3D-марке Так, так, так Ну, да, он видит, что это 16 гиговая Так На самом деле, это реально фартануло Потому что обычно она крашилась прям сразу А здесь без каких-то проблем Вот так вот, ребята Вот такой вот результат Опять недорезультат Но, как говорится, куда деваться Что будет дальше с этой картой? На самом деле, скорее всего, я обратно верну 8 гигов Ну, в плане того, что просто обратно Не буду память перепаивать Верну 8 гигабайт с трапами И буду пользоваться ей пока А потом посмотрим Может быть, еще какие-нибудь чудо-эксперименты с ней проведем На всякий случай решил перестраховаться И сделать тесты в Linux Первый раз прогон, все без каких-то проблем Ничего не вылетало А вот, к сожалению, во второй раз все то же самое То есть даже в Linux-системах В какой-то момент карта ведет себя нестабильно и выключается Для любителей майнинга, разумеется, вот вам результаты в майнинге Напределяется карта и работает стабильно До момента выключения майнера Причем даже в разгоне На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья Надеюсь, видео вам понравилось Оставляйте комментарии Подписывайтесь на канал Полезные ссылочки, как обычно, в закрепе На схемы и прочую ерунду Увидимся До скорых встреч Пока